Я там удалился до конца игры, все прекрасно понимали, с чем мы сталкиваемся. Они никогда не останавливаются, всегда играют до конца. И поэтому те слова, которые произносились против Валки, своими глазами увидели, сколько нас болельщиков встречало. Не падать духом, наслаждаться каждым моментом. Для меня, наверное, всегда игры за сборную были чем-то особенным, по эмоциям, по ощущениям, по атмосфере в самой команде. Тот адреналин, та отдача от всей команды, особенно от болельщиков от наших, это безусловно стоит. Болельщиков наших очень много было, и на всех чемпионатах мира, на которых мне довелось участвовать. Поддержка была огромная, и мы это ощущали, и помогало это нам. Здесь выделять, наверное, не стоит что-то особенное, но, наверное, всегда это первый чемпионат мира в 2002 году. Очень давно уже удалось попасть в финал, тоже спустя какое-то время очень длительно выиграли серебряные медали. Ну, естественно, золотые медали первые, это тоже нечто особенное. Конечно, да, помню мы в самолете, после какой-то игры вылетали домой, позвонил Вячеслав Акаевич Быков и спросил, есть ли у меня желание. Поэтому я, конечно, согласился, и при окончании сезона сразу прилетел спустя пару дней. Хоккей – это такой вид спорта, да, сами знаете, что очень травмоопасный. Всегда травмы преследуют игроков, команду в целом. Паники никакой не было, все прекрасно понимали, с чем мы сталкиваемся, и просто пытались помочь как-то друг другу, и ребятам тоже, кто получил травму. Выходили, старались как могли, бились. Наша сборная станет чемпионом мира по хоккею? Я надеюсь на это. Я думаю, как и многие наши болельщики. Мотивируйте, пожалуйста, свои надежды. Игра. Начнем с вратарей. Ну, с приездом Набокова, я думаю, вратарская линия у нас будет очень сильной. Конечно, я думаю, такого уровня игрока, как Набоков, вселило в нас, наверное, какую-то уверенность. И слабого, что все сложилось удачно. Ну, это, наверное, личное качество, да, тренерское, где где-то поговорить нужно, где-то поддержать, где-то, наоборот, поругать. Кого-то. Ну, в целом атмосфера была, как я сказал, очень классная. И это только помогало нам всем. Когда приезжаешь в сборную, ты всегда должна быть одна команда, да. И это на протяжении всех чемпионатов мира было это. Вы же понимаете, каждый тренер свои какие-то тактические ходы, там, нюансы какие-то. И в этом отличается разная тактика и стратегия тренерская. Поэтому трудно судить. Ну, то, что мы ощущали, это только нам помогало. Ну, это, да, это, наверное, стоит такой особняком. Саня Радулов. Мы с ним и в Уфе играли вместе. Он всегда такой веселый парень. Просто как он себя ведет, как он разговаривает, его шутки и поведение вызывают улыбку. Самое главное, что мы верили сами в себя, да. Те слова, да, которые произносились в раздевалке, это только способствовало этому. Придавало нам больше уверенности. Выходили на лед и показывали то, что мы можем, в принципе, ну, и то, что мы сделали. Произносились такие слова, что не нужно паниковать, да, там нужно делать, выходить, делать свое дело просто и с каждой сменкой, с каждым выходом на лед, да, и поэтому это вселило в нас уверенность и спокойствие, какое-то, может быть, своих силах, да. Командно действовал Александр Прошкин, проталкивает шайбу к вам. Бол! Конечно, воспоминания сразу принимают такой характер, где там уже какие-то мурашки по коже бегут и начинаешь вспоминать какие-то моменты и удовольствие получаешь. Сначала не понял, был на лавке, когда забили гол, да, Илюху Ковальчук забил, и... О, Илья! Илья! Еее! Гол! Илья Ковальчук! Все выбежали, и я только уже один из последних, наверное, на лед выбежал. И, конечно, все полетело вверх, и перчатки, и шлема, и там уже одни эмоции были. Мы всегда верили, и всегда выходили с одной целью это выигрывать, поэтому рано или поздно это должно было случиться. Я не верю своим глазам! Это чемпи-энд в Голливуде! До такого додуматься не смогли! Жизнь лучший драматур! Ну, естественно, да, сразу по окончанию там пошли звонки домой, да, сразу начали нам рассказывать о родственнике, что люди на улицу вышли с флагами, там, на машинах начали там какие-то проезды устраивать. Ну, естественно, как мы, когда мы приехали в Москву, это мы своими глазами увидели, сколько нас болельщиков встречало. Это, конечно, придает дополнительные силы, и стараешься еще в чем-то добавить, в чем-то стать лучше и помочь, хоть как-то команде, наверное. Лично я никогда до этого не был в Кремле, поэтому для меня это было нечто такое, для нас там сделали небольшую экскурсию, показали, впечатления очень остались на всю жизнь. Все слова поддержки, поздравления, что говорил, что вся страна поддерживала, вся страна смотрела, и на самом деле мы это ощущали в себе. В Швейцарии, да, наверное, игра со шведами, когда удалось забить пару голов, особенно в овертайме, наверное, более такой яркий момент для меня лично, я имею в виду, ну и помимо золотых медалей. Зарядить команду энергии Калинин. 3-3. Ну, разыграли опять Морозов с Кулчугом и бросок Калинина. Ну, рикошет только, по-моему. Пространство уйли для броска, Тюшов и... Дмитрий Калинин делает дубль и забивает победный гол за 56 секунд до конца овертайма. Естественно, ну и игра с канадцами тоже складывалась так, довольно-таки напряженно. Сразу скажу, что легких игр там проходных никогда не было, поэтому все игры тяжелые. Особенно знаю канадцев, они никогда не останавливаются, всегда играют до конца, и каждая игра по-разному складывается, и от этого надо исходить. Как я говорил, уже какие-то нюансы меняются в плане тактики. Каждый тренер требует и просит отношения, наверное, в первую очередь к команде, к сборной, ко всем, чтобы это было на таком высоком уровне. Тут у тренерского штаба, наверное, ни у кого не было каких-то различий, скажем так, в этом плане. Ну, в плане тактики, да, там, нужно было играть, наверное, персонально с игроком постоянно не отпускать от себя его. оборону, то я не сказал бы, что это больше про оборону. Все-таки нужно все равно голы забивать, но, как я и сказал, что мне тогда бросилось в глаза, это персональная опека игрока как бы в своей зоне. это, наверное, опять же, игра со шведами. Я там удалился до конца игры, поэтому, наверное, вот этот вот осадок в душе остался, как-то, может быть, подвел команду в этом. Безусловно, да, у Евгения сложился очень хороший чемпионат, да, он провел замечательные игры. Стал лучшим бомбардиром, насколько я помню, да, при системе гол плюс пас. Его вклад, конечно, да, принес огромное. Я бы, конечно, не отделял от команды в целом. Все-таки это командный вид спорта, поэтому заслуга его партнеров по тройке, по пятерке, я думаю, это сам прекрасно понимает. Со всеми помаленьку сейчас кто-то еще в тренерскую работу пошел, кто-то еще за океаном. У каждого свои какие-то дела начались, по случаю общаемся, конечно. Дома с семьей наконец-то за столько времени хотелось первое время провести семью с детьми. Я открыт для предложений. не могу сказать, пока не попробуешь, не узнаешь, это твое, это не твое, все-таки это другая немножко работа тренера. младши, младши, да, пытается сейчас на коньки встать, поэтому катается, более-менее старается, я не форсирую события, не подталкиваю к этому, главное, это его личное желание, стремление. Конечно, расслабился, скажем так, но стараюсь придерживаться своих каких-то принципов режима, скажем так. Чем раньше ты осознаешь, что это тебе помогает, наверное, в хоккее, тем раньше ты это будешь делать. Конечно, когда там помоложе хочется повеселиться или еще что-то погулять, я не знаю. С возрастом, конечно, все меняется. Не падать духом, если когда-то там может быть какие-то неудачи, проигрыши какие-то случаются, вставать, идти вперед и наслаждаться каждым моментом в хоккее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова